В Саиногорске завершилась спартакеада работников предприятий «Русала». Соревнования традиционно проводятся в преддверии Дня Металлурга. Победителей определяли в 10 дисциплинах. Кстати, в этом году поучаствовать решили и девушки. Как все прошло, расскажем прямо сейчас. От удара ракеткой, которой умело орудует Виталий Бондарев, валан развивает такую скорость, что сопернику едва удается его перехватить. А спортсмен еще только-только начинает набираться опыта в бадминтоне. Помогают коллеги-металлурги. Вместе тренируются и открывают для себя новые дисциплины. Занимаемся спортом вообще давно уже. Как бы футболом больше занимаемся. А в данном виде спорта первый раз сегодня участвуем. На самом деле в любом виде спорта есть свои сложности. Как бомбинтон не исключение, что все равно нужно движение быстрое. На ежегодную спартакеаду собрались более полутысячи человек. Все сотрудники сайногорских предприятий «Русала» от любителей до профессионалов. Для них участие в двухнедельном спортивном марафоне стало традицией. Всесторонняя поддержка здорового образа жизни в компании направление приоритетное. Такую традицию много лет назад заложил основатель компании Олег Дерипаска. И сейчас желающих приобщиться к спорту становится больше с каждым годом. Мы приняли к сведению пожелания девушек. То есть они хотят тоже участвовать во всех видах спорта. В мужских. В этом году мы добавили соревнования не только мужские, но добавили и женские. То есть это дартс, стрельба пулевая. В числе первых, кто решил потягаться с мужчинами, была Мария Раенко. Несмотря на то, что дартс принято считать легким барным развлечением, не у каждого дартсмена, даже спустя годы тренировок, с первого раза получается попасть в бычий глаз. Так называют центр мишени. В дартсе я любитель, но всегда стараюсь посещать подобные соревнования. Успех есть, есть к чему стремиться. Мужчины нас тренируют в первую очередь. И с девочками потом уже соревноваться становится намного легче. Поэтому большое спасибо тоже сильному полу нашему. Без конкуренции не обошлось и в стрельбе. Но здесь явное лидерство за девушками. Оружие сильно роли не играет. Кстати, сегодня на выбор у них два вида. Винтовка и пневматический пистолет. Здесь пояса. Ольга, да? Да. Коновалюк. Пока чемпионский. И даже среди мужиков пока. Все взаимосвязано. Головной мозг, мышца, рука, нажим, захват. Ну и зрение, естественно. Но это если мишень неподвижная. В том случае, когда она бежит навстречу и стреляет в ответ, приходится уповать на тактику товарища по команде и сноровку. Иначе… Секрет успеха – это все-таки тренировки. Общение команды происходит слаженность. Стараемся играть парами, общаемся вне тренировок. И это все дает преимущество. Спартакеада «Металлургов» финишировала награждением победителей. Лучших отметили и памятными подарками. Для «Русала» поддержка спорта – это не только проведение мероприятий, но и ежедневная работа для развития всего города. Сегодня в Саиногорске для поддержания здоровья есть не только ФОК, но и Центр спортивных единоборств, который посещают сотни горожан разного возраста. Дмитрий Хроменков, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.